Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, довольно тоже такой интересный момент, связанный с Днём Победы. Все новости вчера, да и сегодня касаются практически этого священного праздника для миллионов и миллионов жителей Земли, я скажу так, потому что это разные народы, разные совершенно государства. Это была действительно ужаснейшая, кровопролитнейшая битва добра со злом, я скажу так, ни больше, ни меньше. Народ в ужасе от преображения детей Киркорова, как мерзко видеть такое, пишут. Все дело в том, что 9 мая Филипп Киркоров опубликовал поздравления с Днём Победы, однако его оценили не все. Лучше сказать, большинство подвергло резкой критике Киркорова. Напомню, что последний раз Киркоров посетил церковь, где устроил фотосессию, когда он ставил свечу, его активно фотографировали, и он скорее все это выложил в Инстаграм. Люди осудили это резко, потому что больше это напоминало не приход в Дом Божий и какое-то единение, да, а фотосессию, просто фотосессию. Это ужасно, конечно. На сей раз артист опубликовал несколько видео, на которых запечатлены его отец Бедрос Киркоров и дети 9-летней Аллы Виктории и 8-летний Мартин. Малыши вместе с дедушкой исполнили песни военных лет. На кадрах наследники поп-короля, я больше предпочитаю, когда пишут король российской эстрады, потому что можно сказать, какая эстрада такой король, предстали в костюмах, стилизованных под военную форму. В судьбе каждой семьи, пишут, война оставила свой след, и как важно передавать из поколения в поколение память и уважение тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу. Написал Киркоров. Правда, не все оценили его душевный порыв. Многие возмутились тем, что детей нарядили в гимнастерке, друзья. Безусловно, с Киркоровым нельзя не согласиться, что нужно передавать знания, воспоминания, вообще, в принципе, память из поколения в поколение о том, что было для того, чтобы избежать... Что называется, изучая историю, мы смотрим в будущее более уверенно, потому что, изучая историю, мы понимаем, чего не нужно делать в будущем. И как нужно сделать так, чтобы предотвратить самые страшные и трагические страницы, значит, судьбы человечества. Но, вы знаете, вот это, на самом деле, довольно распространенная тема. Детей одевают в военную форму. Даже, бывает, шьют, вот, специально, значит, под детей. Я резко, отрицательно к этому также отношусь. Интересно ваше мнение, потому что там нашлись поклонники Киркорова, которые поддержали его. Почему? Объясню. Вы понимаете, одно дело, когда военную форму одевают, действительно, служивые люди, которые служили, которые служат, защитники Отечества. Здесь, понятно, намек, что это будущие защитники Отечества. Но, значит, все дело в том, что самое ужасное, я считаю, вообще ужасно в войне все. Но, я скажу так, одно из самых ужасных проявлений, это когда дети полка были, да. То есть, дети вынуждены были брать оружие в руки и воевать за пять земли. И дети взрослели чуть ли там не в 10-12 лет, когда понимали, что нужно защищать мать, братьев, сестер и так далее. Это уже были взрослые мужчины в этом возрасте, хотя им в это время надо в машинке еще играть. И я считаю, что это просто, ну, самое вот страшное, что может быть, когда ради спасения своей родины дети в таком маленьком возрасте одевают военную форму. И вы знаете, мне кажется, детям лучше показать военный фильм, рассказать о том, что было. Не знаю, там, устроить встречу с ветераном, который в военной форме, в своей парадной, например, с орденами, расскажет, что было, как было, насколько это страшно и так далее, чем одеть детей в военную форму. Потому что это, знаете, это сродни того, что некоторые, сейчас вот, кстати, не делают этого, а одно время было модно на машинах писать «можем повторить». Это было ужасно, потому что я всегда смотрел и думал, что вы можете повторить, войну, что ли, вы хотите повторить? Понятно, что люди намекали «можем повторить победу», как бы, да, то есть писали, что эти надписи, как бы, что мы потомки победителей, и мы также готовы на, что называется, отважность совершать героические поступки. Вопрос в другом. Это же энергия, что называется, ну, не агрессии, но направлена, вы знаете, я по-другому, что мать Терезу однажды спросили «вы пойдете на митинг против войны?» И она сказала «нет, никогда, я пойду только на митинг за мир». Чувствуете, какая глубокая философия, потому что против она, если пойдет войны, эту энергию она и приумножает, а за мир. Поэтому, безусловно, я считаю, что в данном случае, в данном случае, одевая военную форму на детей, на детей, так или иначе, вот те ужасы, вот это одно из самых ужасных проявлений, когда дети были вынуждены брать оружие в руки, это материализуется вот в таком виде. Я считаю, что это, ну, просто неуместно и не нужно, по большому счету, для детей, не нужно. Значит, вот что пишут люди, воевать пойдете, если родина позовет. У детей должно быть детство, зачем детей одевать в военную форму, пишут Киркорова. В Болгарии культ детей, их здесь обожают, но никому не приходит и в голову, пишут Киркорову из Болгарии, одевать своих родных детей в военную форму. То есть, одевая, как бы, детей родных в военную форму, родители, как бы, желают им поучаствовать, что называется, в ужасах войны, понимаете. Хотя, это можно с другой стороны посмотреть, еще раз скажу, как память, как все, но это можно рассказать тогда, не нужно детей одевать в военную форму. Если ребенок дорос до определенного возраста, и он поступает в училище, кадетский корпус, там, суворовское училище, безусловно, ему выдают военную форму, какую-то соответствующую этому учебному учреждению, это уже совершенно другое дело. Но совершенно маленьких детей одевать в военную форму, я считаю, совершенно неуместно. Как мерзко видеть такое, пишут люди. Значит, друзья, что я хочу сказать. С моей точки зрения, просто вот, вы знаете, когда я смотрю, как Волочкова поздравила ногами ветеранов, да, ноги переплетенные с мужскими ногами, телевизор, и написано «С днем победы». Это ужасно. Бузова, которая минута молчания в пижаме, с наложенным фильтром, когда вся она сверкает. Минута молча, вдумайтесь только. Это срез, вы понимаете, как бы культуры, но это срез без культурья, просто без культурья. Это люди, сегодня Волочкова выкладывает, значит, фотографии с голым верхом, и держит свои руками. Что это такое? И после этого она говорит, я выступаю перед детьми очень часто, дети меня любят. Дети как могут вот это видеть и к этому отнестись? Неужели взрослые совершеннейшим образом перестали понимать что-либо? Я уже молчу про Панина, который на парковке в Испании ходит без трусов. Это вообще ужас. Человек, который снялся, на секундочку, в фильме «Звезда», фильм великолепен и получил государственную премию. Я, вы знаете, я теряюсь просто вот в том, что творится. Напишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете по поводу поступка Киркорова и вообще моих измышлений. Интересно ваше мнение. Делитесь в комментариях, друзья. Подписывайтесь на канал, кому интересно. С вами был Будда Гришна. Всем пока. До встречи.